Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков от компании «Текнил» и сам я, Артур Идиатурин. Отчет по состоянию рынка Тудаа совершался в прошлую пятницу, содержал больше негатива, чем предполагалось. То есть, однокодельные компоненты, такие как розвертклад, количество новых рабочих мест, занятость в производственном секторе, уровень участия в рабочей силе, опора труда, они не составили ни единой картины, что подпружило причиной противоречивых реакций рынков на отчет. Мы это рассмотрим, но сначала я приведу некоторые ключевые моменты отчета. Число новых рабочих мест выросло на 145 тысяч, против ожиданий в 164 тысячи. Найберский результат был присмотрен до 256 тысяч рабочих мест. То есть, оплата труда выросла на 0,1%, это очень мало, это не достает до необходимого, будем так говорить, необходимого темпа для цели ФРС 0,2%, то есть ожидалось на 0,3%. Рост оплата труда составлял на 0,1%, в ноябре данное показательство составлял на 0,3%. Уровень безработицы осталось на 0,3%, то есть не изменилось сопоставление с налибром. О том, что реакция была противоречивой, говорит, например, о движении в золоте, это именно мы рассматриваем часовую свечу, которая была во время выхода отчета. Приближение это будет выглядеть вот так. Здесь можно видеть, что в этой одной часовой свече уложилась и первоначальная согласие, затем и отрицание со слабыми пунктами отчета. Затем можно видеть, что цена возобновила рост, но вот начиная с понедельника продажи все-таки возымели вверх. В итоге сейчас цена стремится к уровню, на котором она находилась до этих иранских, до иранских договоров, до обострения ситуации с Ираном. И интересно было сейчас понять, вот на основе движения котировок золота, на основе данных, как у вас была настоящая действительно реакция рынков на декабрьский отчет по безработице. Исходя из движения котировок, мы большей частью его проигнорировали, потому что никакого фиксации, будем так говорить, роста не произошло. Цены откатились до уровня, который был до выхода от декабрьского отчета. И причина, вероятно, следующая. Несмотря на меньший, чем ожидалось, рост, прирост новых рабочих мест, безработица осталась без изменений на уровне 3,5%. Этот уровень чиновники характеризуют как близкий к полной занятости. В контексте низкой безработицы важно отметить, что замедление создания новых рабочих мест может происходить по причине сложности поиска новых работников, что есть как бы признак перегрева рынка труда. В нескольких последних опросах Федерального резервного банка Филаделли, который упускает, рассчитывает индекс ФИИ, ФЭД, это индекс делователемости по тревому масштабу, в частности, в производственном секторе, а респонденты не раз отмечали, упоминали данную проблему, что им тяжело найти новых работников, и поэтому, собственно, это изотрудняет рост новых рабочих мест. Но главная характеристика труда – это недавление о зарплатах сейчас отсутствует, как мы видим по декабрьским данным. И, как я уже замечал выше, это говорит, как бы задает такую ситуацию, то, что компоненты отчета не составляют единой картины не только для рынков, но и для ФРС, которые сейчас ломают кругу, почему низкое безработито не вызывает рост на оплату, и их, естественно, затрудняет интерпретацию отчета и не позволяет просто взять, и на основании отдельного снижения таких компонентов, как оплата труда или замедление создания новых рабочих мест, сделать какие-то выводы. Нужно рассматривать ситуацию в целом. Если же мы попытаемся сейчас рассмотреть отдельно, непосредственно важную для ФРС показатель лекаря ции зарплат, то есть оплату, рост оплаты зарплаты, то здесь вот все просто. Данный показатель, замедление данного, как-то лишь подкрепляет ранее известный намек, планы даже ФРС держать ставки на текущем уровне, по крайней мере, до конца 2020 года, поэтому эффект низкого значения показателей, низкого роста оплата труда сейчас минимальный, так как большого сюрприза в ожиданиях не происходит. Всем и так известно, что ФРС будет держать ставки на нынешнем уровне, до конца 2020 года. Менее очевидным, но тем не менее важным, наверное, одним из самых неприятных моментов отчета, декабрьского отчета, было сокращение числа рабочих мест в декабре на 12 тысяч. Можно вспомнить, что сейчас, будем так говорить, ставка рынков, ставка инвесторов на мини-экспансе в 2020 году, она как раз-таки заключается, эта ставка базируется, можно так говорить, на отскоке пружины производственного сектора в разных странах, после того, как отступает угроза низковатой тарифной войны, после того, как груз тарифной войны будет снят. И сейчас, вот, с выходом данных, когда информация о том, что в производственном секторе США данные показаны на 12 тысяч, конечно же, эти ожидания сейчас сдерживаются. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся сами в среду.